Петр Алексеевич Порошенко Украина достигла существенных успехов в дирегуляции ведения бизнеса. За два года отменены больше 40% разрешительных документов. Если раньше их было 143, то сейчас 84. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время обращения к народу и парламенту. Глава государства призвал не останавливаться на достигнутом. Добиться эффективной дирегуляции без такой же работы Верховной Рады невозможно. На данный момент зареистровано 39 дирегуляционных законопроектов. Из них лишь 8 ухвалины в первом учителе. И чтобы реализовать этот план, нужно 70 результативных голосований и протягом полгода ухвалить по 5 законов щетижня. Если кому-то кажется, что дирегуляция его не относится, то и ошибается. Трудности бизнеса даются в знаки каждому украинцу, потому что в финале все сплачивает потребитель. И нужно прибраться и просто сметать все перешкоды податковые, митные, административно-бюрократичные, ментальные, которые заважают бизнесу, стриноживают предприемцев и отлякивают инвесторів, стримуют инициативность и перешкоджают створению новых рабочих мест в Украине. Президент добавил, на фоне достигнутой макроэкономической стабильности и возобновления экономического роста, Кабмин должен перейти от политики выживания к стратегии развития, от макрофинансового оздоровления к экономическому росту. Пора прекратить затягивать пояса. Другая важная цель для Украины – членство в НАТО и укрепление обороноспособности. Эти направления приоритетные. Продолжение следует... Поэтому армия все еще потребует громадянской помощи, громадянской поддержки и государственная благодарность каждому, чья приватная громадянская инициатива сметчает нашу обороноспособность. И все, что мы действуем в оборонной галузе, мы делаем, митно державая в руках компас, стрелка которого показывает твердо на Певничную Атлантику. Власно, компас и есть ключевым элементом, это эмблема НАТО. И он в всеми ориентует нас на полную совместность с стандартами Альянса. Причем не только в войсковой сфере. Мы вышли на беспрецедентный и, как никогда, тесный уровень співпрации с Краинами Альянса, которые будем дальше подвищивать, расширивать, поглибливать до полного достижения критериев членства. Нашей стратегичной метою остается вступок до НАТО. За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, двое получили ранения. Ситуация на Луганском направлении относительно стабильная. Два обстрела без применения тяжелых вооружений. Донецкий направлении. Ворожие обстрели произошли в трех точках. Это Луганск, Майорск и Авдіївка. Знайдево, боевые действия велися в светлую пару дней. Время обстрелов окупанты использовали только легкое оружие. Всего за день на Донецком направлении сталося 13 ворожих обстрелов. И Марьевопольский направлении. Неспокойно вчера было только на крайнем певдне. Это дельяная фронта в Године-Широкине. При этом окупанты использовали минометы. Один раз после захода солнца в протяжении двух часов в наших позициях было выпущено почти 90 мин. Это произошло в Талакевске и Широкином. Таким образом, за день на Марьевопольском направлении зафиксировано 6 ворожих обстрелов. В частности, в четыре случаях враг использовал тяжелое оружие. В прошлой неделе произошло 5 прольетов ворожих беспилотных летательных аппаратов. противника на всех напрямках. Грузовики и тракторы блокируют дорогу к тоннелю под Ла-Маншем. Протест организовали работники французского порта Кале, а также водители и местные фермеры. Все они недовольны растущим в регионе числом мигрантов. По их словам, беженцы мешают работе порта. Акцию организовал профсоюз водителей и фермеров, собравшиеся. Говорят, власть не прилагает усилий, чтобы решить проблему. «Мы пришли, потому что нам нужны радикальные перемены. Это правительство обманывает нас уже год, полтора года или даже больше, и ничего не делает. Бернард Казнёв сказал, что лагерь мигрантов снесут, но конкретных сроков не назвал». Тысячи человек, бежавшие от войны бедности в Европу, ждут в Кале возможности перебраться в Великобританию. Подать заявку на получение статуса беженца они хотят именно там. Но на пути – Ла-Манш. Люди преодолевают его разными способами. Забираются в грузовые фуры, на паромы или пытаются пробраться в тоннель. В последние годы в Кале рос стихийный лагерь беженцев, который прозвали джунглями. Французская власть предпринимала попытки переселить людей в официальные центры и снести лагерь. Однако палатки появляются снова. На прошлой неделе министр внутренних дел Франции пообещал – джунгли снесут за один раз. Но не уточнил, когда это произойдет. «Мы понимаем, что Казнев не может сказать нам точную дату, поскольку обстановка в лагере может накалиться. Но мы выдвигали и другие требования, например, требования прямой финансовой помощи, поскольку у некоторых компаний упали доходы. Также мы просим создать в регионе Кале зону свободной торговли. Ответов мы пока не получили». Между тем, мигранты продолжают незаконно пересекать Ла-Манш. Не помогают ни высокие ограждения, ни дополнительное число сотрудников службы безопасности. На побережье Мазамбика снова нашли обломки самолета. Их три, и, возможно, они принадлежали пропавшему два с половиной года назад малазийскому рейсу MH370. Сейчас фрагменты исследуют в Институте гражданской авиации. На внутренней панели одного из обломков есть номер. На другом четко виден рисунок – красно-белые полосы. Благодаря всему этому специалисты надеются быстро определить, к какому рису принадлежали эти фрагменты. «Думаю, международная следственная команда в ходе экспертизы выяснит это очень легко». Ранее на побережье Индийского океана, включая Мазамбик, ЮАР и остров Реюньон, уже находили фрагменты, которые с почти стопроцентной вероятностью принадлежат пропавшему малазийскому Боингу. В то же время о местонахождении основной части лайнера, а также о том, что с ним произошло, по-прежнему ничего неизвестно. Исчезновение рейса стало одним из самых загадочных воздушных инцидентов. MH370 следовал из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и исчез с радаров через два часа после взлета. На борту было 239 человек, в основном китайцы. Самолет отклонился от курса и предположительно пролетел еще тысячи миль в другом направлении. Поисковую операцию возглавляет Австралия. Она стала одной из самых дорогостоящих в истории мировой авиации. Поиски сконцентрированы в отдаленной части Индийского океана на площади 120 тысяч квадратных километров. Если они не принесут результатов, операцию переостановят. В Австралии запустили новый экологичный проект. Засохшим вековым деревьям дают вторую жизнь. Многим деревьям по несколько сотен лет. В то же время у нас есть виды животных и птиц, которые могут погибнуть. Этот 160-летний, восьмитонный умерший из полина – один из десятков таких же, которые аккуратно срубят и перевезут в заповедник недалеко от Канберы. Там таких деревьев не хватает для выживания птиц, летучих мышей и других животных. Вертикально стоящие стволы служат им домом. При этом не важно, что они уже сухие. Проект разработали студенты Австралийского национального университета. Важно то, что мы действуем прямо сейчас и нашли краткосрочное решение проблемы. Раньше это были фермерские угодья, и деревьев здесь очень мало. Уже знакомое нам дерево – четвертое по счету, которое доставили на место. Оно может преобразить местный ландшафт и вернуть сюда много видов живности. Насколько эффективной окажется эта идея, студентам еще предстоит выяснить. Это только часть общих планов по восстановлению среды обитания для животных и птиц в природном заповеднике Малунга. На это местная власть выделила 3,5 миллиона австралийских долларов.